Что можно назвать полезным чтением? Что такое хорошая книга? Во-первых, книга должна быть увлекательной и интересной. После прочтения первых страниц не должно возникать желания поставить ее на полку. Речь идет о книгах, заставляющих нас задуматься, выразить эмоции, любовь, негодование, смех, а может и страх. Во-вторых, книга должна быть написана разнообразным, богатым языком. В-третьих, она должна нести определенный глубокий смысл, а не быть поверхностной. Оригинальные и необычные идеи, креативность и особый стиль подачи тоже делают книгу полезной. Как раз о таких и пойдет речь сегодня. Давайте представим себе, что мы на острове, который находится в далеком Атлантическом океане. И на этом острове очень много обездоленных животных, которых выкидывают море на берег. Почему выкидывают? Потому что злые люди море засоряют, ставят хитровные сети, разливают нефть. Где спасаться животным? Вот на этом острове, о котором никто в целом свете не знает, кроме заботливых тетушек, которые живут на этом острове. И выхаживают этих чудесных животных. Они такие редкие, что во многих местах они вымерли, о них никто-никто не знает. И злые языки называют их монстрами. Хотя они совершенно дружелюбные и очень милые животные. Тетушки о них заботятся, но тетушки старые, им нужны помощники. И что же придумали тетушки? Они решили похитить детей. И не просто детей, а несчастных детей. Что же дальше будет? А дальше будет разворачиваться детективная история с погоней, засадами. Очень-очень весело и захватывающе. Ева Иббатсон. Настоящее имя Мария Шарлотта Мишель Вейснер. Родилась 21 января 1925 года в столице Австрии, Вене. Писать Ева начала еще в детстве. Небольшие рассказы на немецком, пока она с семьей жила в Австрии, и на английском, когда переехала в Англию. Продолжила это занятие уже во взрослом возрасте. В свободное от воспитания детей время она написала истории для журналов, а в 1965 году написала сценарий телеспектакля. Ева Иббатсон написала множество прекрасных детских и взрослых книг. Ее произведения для детей отмечены ведущими британскими литературными премиями и изданы по всему миру. Пожалуйста, приходите к нам в библиотеку и почитайте книги Евы Иббатсон. Я представлю вам книгу Сергея Лукьяненко и Юлия Буркина «Азири Снуна» или «Сегодня мама». Эта книга предназначена для подросткового возраста. Она очень вдумчивая, интересная и повествует о взаимоотношениях двух братьев, Кости и Стаса, которые были воспитаны на древнеегипетской культуре. Эта книга повествует о том, как по мановению случая мальчики переносятся на машине времени, будущее и прошлое человечества, знакомятся с их представителями, узнают о культуре и истории. Юлия Буркин – прозаик, поэт, музыкант и исполнитель собственных песен. Стал известен после публикации фантастика психологической повести «Бабочка и Василиск». Дебютная авторская книга – сборник «Бабочка и Василиск». Другие значительные произведения Буркина – повести королевы футергейста, «Вика в электрическом мире» и «Пятна грозы». В соавторстве Сергеем Лукьяненко написана юмористическая трилогия «Остров Русь» и «Озирис Нуна» или «Сегодня мама». Сергей Лукьяненко – наш соотечественник, окончил Алматинский государственный медицинский институт по специальности врач-терапевт, но работал совсем в другой сфере – заместителем главного редактора журнала «Фантастики миры». Первая публикация в «Фантастики» – рассказ «Нарушение». С 1993 года он профессиональный писатель. Широкую известность получил после выхода повести «Рыцарь и сорока островов» в 1992 году. Также стоит отметить, что эта книга очень хорошо насыщена юмором, интересным юмором, фразами и шутками. Очень хорошая книга, легко читается. И главное, что хорошо – это чувствуется добросовестное отношение авторов к своей работе. Я очень это ценю в любых книгах. Продолжение следует...